Добрый день! Мы сегодня опять в гостях у Нурлана. Мы продолжаем нашу серию съемок «Тюркизмы в русском языке». Разрешите начать эту тему сегодня. Здесь очень интересная тема, потому что, например, «Черное море», откуда произошло это название? А на самом деле это переводная калька с турецкого «Кара Денгес». Денгес опять от того же корня «тон» – это глубина. Вот «домес» – его такая аффиксация. Значит, черное и глубокое буквально. И вот термин «черное» происходит от тюркской системы ориентации, как символическое обозначение севера. По отношению к Турции «Черное море» – это северное море, соответственно «Кара Денгес». А Средиземное море, оно большей частью находится в сторону, на запад от Турции. Соответственно, оно называется по тюркской ориентации «Белое море» – «Ак Денгес». Если мы перейдем к Азову, все знают, что Азов – это очень маловодный такой, очень, как это сказать по-русски, очень мало воды, и, соответственно, значит, по-тюркски оно так и называется «Ас» в древнем произношении «Ассуф». Азов – «Ассу» – это мало воды. Здесь есть озера, например, на территории даже северной России, например, «Эльмень» – озеро. На самом деле «Эльмень» мы уже говорили о том, что «Эль» – это «Ил», и «Эльмень» означает «Илистый», и, соответственно, «Эльмень» – это «Илистое озеро». Почти то же значение имеет значение «Иль» – «Лай» – это «Грязь» по-тюркски, соответственно, «Глинистое дно» – «Лайдрк» – это мы говорим об озере Ладога. Ладога – «Лайдрк» – «Глинистое». Переходим к самому большому озеру в мире – это «Каспий». Он так и называется в тюркских языках «Истинный властелин», то есть самый большой, мощный. «Кас» – это «Истина», «Истинный», а «Би» – это «Власть». Поэтому «Касби» – самый большой властелин озер. И, соответственно, есть очень близкая аналогия в горах. Например, один из самых высоких живописных пиков Кавказа, он называется «Касбек» – «Истинный князь». По названию озера так стал называться этнос Каспий, который обитал в древности на его западном побережье. А во времена доминирования Хазарского каганата озеро называлось Хазарским морем. Следующее, второе, раньше было по величине в мире озеро. Сейчас оно высыхает, поэтому, соответственно, оно стало ниже по уровню. Но до сих пор это третий или четвертый по величине после Великих Американских озер. Это «Орал». «Орал» – буквально остров. Слово происходит от тюркского «орала» вокруг, по кругу. И как определение означает окруженность со всех сторон. То есть, если как изолированная вода суши, это будет остров. А в данном контексте окруженность со всех сторон степями и пустынями на тысячи километров изолирована. И поэтому это изолированное озеро. Другое всем известное киргизское озеро – Иссыкуль. Оно называется «Ссыкуль», что означает «горячее». Но «горячее» только в смысле, что оно зимой не замерзает. Балхаш – большое озеро на территории Казахстана. Его пресноводная часть имеет топья и болота. И, соответственно, название – Балхаш. Балшик – это грязь, грязевое. Наконец, Байкал – богатое рыбой озеро Байколь. То есть, богатое озеро. Но здесь мы переходим к таким интересным озерам, как Солевые озера. Есть два озера, на которых получают поваренную соль. Значит, Эльтон – буквально «замерзший ил». Эльтон – исходное название было более длинное – Туз-Эльтон. То есть, солевой замерзший ил. И второе озеро – Баскунчак. Исходное название – Туз-Баскунчак, задавленный солью. Нурлан, мы с тобой живем в канадской степи, в прерии. Если мы посмотрим на границы США или между провинциями, легко увидеть, что это прямая линия, что далеко не скажешь, что границы в степи между Россией и Казахстаном. Откуда такая разница? Я могу сказать, что граница между Туркменией и Казахстаном на очень многих пространствах, она просто ровная, проведенная по линейке, например. Ну да, но почему такая изрезанная граница? Да, вот это очень хороший вопрос, потому что, ну, даже вот не вникая в подробности, поражает вот эта сильная изрезанность границы. И это связано с тем, что перед демаркацией границы в 20-х, в начале 20-х годов, была специальная комиссия представителей советской власти, которая провела большую работу по определению мест жительства казахов. И она вот и обозначила вот эти границы. Причем надо сразу обратить внимание на то, что поскольку данные территории, они являются степными, то есть без наличия современной инфраструктуры, они в то время были непригодными для жительства оседлого населения. Вот. А с другой стороны, это были огромные пастбища кочевников. Вот. И более того, эти пастбища, они всегда были поделенные между родами. Это было всегда так в кочевой структуре. И, соответственно, любое нарушение этих границ, оно всегда каралось ханами, военными действиями. И примером тому служат войны, шедшие из степи и повлекшие за собой великие переселения народов. И первопричиной этих войн являлись именно нарушения пастбищных территорий. И вследствие обычно засухи. Вот. Поэтому очень, мне кажется, очень естественно, что граница, вот такая граница, когда она точно определена, она имеет такой извилистый контур. Но именно благодаря этому это является самая длинная сухопутная граница в мире между двумя государствами. Вот. А с другой стороны, вот когда между США и Канадой, кстати, в контрасте с этим, когда между США и Канадой проводилась граница, она проводилась по линейке, прям по широтным линиям, вот. Значит, но при этом они не учитывали интересы индейцев, потому что на этой территории жили, как минимум, три больших группы индейцев. Это Кутни, или Кутенайкри и Блэкфудс. И они жили, их окотничьи угодья были на обоих сторонах этой территории. И в то время они жили на обоих территориях. Это сейчас они немножко консолидировались. И уже делятся как канадские индейцы, американские индейцы. Вот. То есть, вот, пожалуйста. А в качестве примера мы можем... Я могу показать, где реально проводилась граница между Россией и Казахстаном, тоже по линейке. Это были безлюдные высохшие пустыни. Но она была чем важна, как раз эта линия пересекает два упомянутых солевых озера. Это Эльтон и Баскунчак. А дело в том, что солевые озера в древности, это были, в общем-то, очень важные солевые копии, потому что соль была в дефиците, и соль была дороже золота. И солевые копии так ценились, что были солевые бунты, солевые войны. Вот. И, соответственно, значит, когда проводилась вот эта конкретная граница, то вот эти два солевых озера, они были обведены в сторону России. Вот. Ну, то есть, это так я для, как говорится, для исторического интереса рассказываю. Естественно, потому что Россия была тогда империей, а не тюрки. Когда тюрки проводили границу свою сторону. Да, 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 естественно. Вот именно, именно так. Вот. И вот поэтому я считаю, что это всё нормально. Но мы проводим как раз этот цикл этих передач, именно чтобы показать, что люди едины, что мир единин, что и взаимоотношения языков они всё время переплетались совершенно невероятным образом. И вот то, что мы имеем сейчас. На этом я хотел бы закончить эту часть передачи. Спасибо. А, пожалуйста. До скорой встречи. До скорой встречи. До свидания. До свидания.